Берлин Но ещё 30 лет назад Берлин был совсем другим городом. Точнее, Берлинов было два — восточный и западный. И разделены они были самой известной стеной в истории человечества. Как стена, отделявшая коммунизм от капитализма, простояла 28 лет? И как исчезла за два дня? Сейчас объясним. Чтобы понять, зачем вообще нужно было делить огромный город на две изолированные части, нужно вернуться в 1949 год. Тогда всё было по-другому. Холодная война ещё только набирала обороты. Германия была единой страной, а Берлин был разделён бывшими союзниками на четыре зоны — американскую, британскую, французскую и советскую. В этом же году западные союзники решили объединить свои зоны в одну и создать независимое западно-германское государство — ФРГ. В ответ на это Советский Союз организовал полную блокаду западного Берлина, который вообще-то находился далеко в глубине подконтрольной СССР части Германии. Так началось 30-летнее противостояние западного и советского блоков в одном городе. Через 12 лет, когда в ФРГ из ГДР сбежало более трёх миллионов молодых немцев, основной силой, способной восстановить страну, коммунисты задумались о радикальных мерах. Люди бежали, как могли. Переплывая Шпрее, переходя границы через соседние страны, а когда выходов не стало совсем, выпрыгивая в свободный мир прямо из окон. К слову, этого летящего малыша зовут Михаэль Финдер, и его благополучно поймали пожарные из западного Берлина. Терпение коммунистических правительств лопнуло 13 августа 1961 года. За два дня западный Берлин полностью оцепили, и ещё за два дня возвели первую Берлинскую стену. В этот момент 19-летний пограничник Конрад Шуман перепрыгнул через колючую проволоку и стал первым гражданином ГДР, бежавшим на запад после возведения стены. Его успех до падения стены смогут повторить ещё пять тысяч человек. Но проникнуть за стену будет всё сложнее, сложнее и сложнее. ГДР будет совершенствовать свои укрепления до 80-х годов. В это время в Западном Берлине будет активно развиваться рыночная экономика и свободное искусство. Одним из самых ярких имён того времени будет звезда берлинского андеграунда социалистка Гудрун Гуд. Мы, конечно, как ЛИНК Вестберлине, абсолютно акцептировали. Она всегда была там. Уже в нашем студии, в котором мы делали вещи, была прямо на стене. И я также понимал, что она была защищена. Потом произойдёт это событие. Участливые ДДР-бюргеры должны, после словом СССР, не проникнуть в СССР в СССР в СССР в СССР в СССР. На фоне кризиса перестройки у Большого Брата и 250-тысячного митинга на Александр Плац компартия ГДР отступила. Так начались последние 48 часов Берлинской стены. Чуть раньше венгерское правительство открыло границу с Австрией. Через Венгрию и другие страны Варшавского договора граждане Германии потекли на запад. За три дня страну покинуло 15 тыс. человек. В Вест-Берлин был также называемый венгер. Потому что он не пришел дальше. То есть, он должен был через ДДР на транзитную строку, чтобы вообще на Вест-Берлин. У нас не было венгер. Это было очень закрыто. Эта маленькая венгер Вест-Берлин. 9 ноября в 9 часов утра полковнику Герхарду Лаутеру, руководителю паспортного отдела МВД, кладут на стол не менее важный исторический документ. Проект нового закона о перемещении. В 18.53 закон о перемещении на специальной пресс-конференции озвучил член политбюро ГДР Гюнтер Шабовский. Согласно закону, граждане ГДР могли получить визы для немедленного посещения западного Берлина и ФРГ. Правда, Шабовский допустил одну грубую фактическую ошибку. На самом деле, на последней странице документа стояла четкая дата – 10 ноября, то есть следующий день. На пресс-конференции присутствовали журналисты всех самых крупных немецких изданий, в том числе и корреспондент западногерманского Bild – Hennes Schulze. Для этой пресс-конференции пунктов было пересетено в 18.00 и урошло 19.00. Все вопросы, которые были задержаны в пресс-конференции, были ответы. А в 19.00 году были микрофоны обшателены. И тогда было ничего не было. И когда около 18.50 года не было ничего случилось, то вопрос от одного коллега, есть ли еще что-то новое? И три минуты назад, около 18.52, 18.53, он получился от этого. И это было ничего, чтобы не было ничего, но что имеет связи или что одинаково, у нас была связи с Бритмуром! И выкручивая его. И в результате он существовал вance-пёртвах. По сути, в словах Шабовски не было ничего сенсационного. Но его ошибка спровоцировала цепную реакцию. Десятки тысяч жителей восточного Берлина потянулись к проходным по всему городу. А уже через два часа после объявления, в 9 часов вечера, граждане ГДР Анны-Марии Рефферт вместе с 16-летней дочкой легально пересекли границу возле КПП Хельмштедт-Маринборн. Примерно в этот же момент на другом конце города, на КПП Борнхольмерштрассе, нескольким гражданам разрешают навсегда покинуть восточный Берлин. В паспортах некоторых ставят штамп «недействителен». Таким образом, их лишали гражданства. Первым таким человеком на этом КПП был Арам Радомский. «На я, ам 9. Новемер, да, варя я в Пренцлауер Берг гвезен, по моему роду, в 18-19. Ур гвезен, у нас была пресеконференцем в фернзе. Граждане, у нас каждый день пресеконференцем ангешат, потому что мы знали, как это сейчас weitergeht. И я слушала, что мне сказали, что мой друг отец, что мы говорили о том, что мы говорили о том, что мы говорили о том, что мы не можем уходить на Праздно. он должен идти на берлина граница. И я сказал, что мы должны посмотреть, что они думают. У 21.30. И мы спросили и спросили, что он сказал, что Шабовский сказал. Он сказал, что это было большим швыганом. И он сказал, что это был Оперст Jäger. И я спросил, что это было право, что сегодня с персонала с ддр. И когда мы это спросили, он сказал, что если вы это хотите, то можно сделать это. И я сказал ему, что вы можете сделать это. Мы не знали, что мы в тот момент были отборганы. Это было для «Нима-Видерсен» — у меня дома, мои друзья, мои родители. У меня нет рюктикетов. Через два часа, около 11 вечера, именно там собирается многотысячная толпа. Никто не понимал, что происходит, но в самом странном положении оказались пограничники и военные с ГДР, которым никаких приказов не поступало. Стоит отбор, нет. С другой стороны, вы слышали лизые голоса. «Переваться! Переваться! Переваться!» И вдруг, я не знаю, сколько часа было. Вдох на 10 вечера. Порезы было, как из-за «Гайста-Хан». Мы смотрели и на другой стороне, там 30-40 люди, «ДДР-Бюргер». Они ровли «На-Видерсен» — 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 «мир waarин виспетagle белые putic bourчевики верolo» — «На-Видерсен» — «На-Видерссен» — что потом и как будет. Я еще служил до 4 октября до 1990 года, до 30 июня 1991 года. Ну, я хотел стать генералом, и поэтому я приехал тогда, в 1986 году, в Москву. И у меня вот в Тунисты есть маршадские там вагоны, а я потом понял, что в Бундесвере я никогда не буду генералом. Когда пограничники ГДР открыли ворота, через КПП прошло 20 тысяч человек. Именно этот момент можно считать реальным падением стены — событием, которое перевернуло жизнь берлинцев по обе стороны баррикад. Правящий бургомистр Западного Берлина Вальтер Момбер распорядился о дополнительных мероприятиях по встрече новых граждан. Банк Шпаркассы выдал навсегда покидающим Восточный Берлин приветственные деньги — сто марок каждому. Весь город погрузился в атмосферу праздника. Это было для меня очень шокирово, что это так, что это так, что это так, что это так, исторический момент. Это не так, что ты не чувствуешь. И тогда я попал в моем ряду в Книпе, где они генерал буртсаж, и сказал им, что «эй, мауру находится на пол» и никто не думал мне это. Никто не думал мне это. И я сказал, что это стим, это стим, что ты спинешь. Да, все пришли и сказали, что это не может быть. Это не возможно. Мы не могли это думать. И мы оборвали нас. И это слышит сейчас немного китчей. Я взяла белая ледерная ледяка из ледя. И на следующий день были вот эти флески. Это были тряны для людей. В моем армии, которые были отрыгнуты. Это было Сальц из тряны. Это был очень эмоциональный момент. До Юре стена простояла еще несколько месяцев. Но де-факто перестала иметь какое-либо значение. Через четыре дня открылись 10 новых переходов. Среди них такие символические для города места, как Потсдамская площадь, Бернаурштрассе и Глиникский мост. Известный как Шпионский мост. У меня был в Академии Фронза близкий друг. Он офицер Чехословакии. У него была русская жена. И они приехали в августе 1989 года. Я вспомнил, мы стояли перед Паненбокским воротом. Там 500-600 метров на территории ГДР. И она спросила, когда мы туда идем. Я на нее смотрел и сказал, ну, мне, наверное, через 35 лет, когда я буду на пенсию, могу туда ходить. Она не поняла. Она сказала, там тоже Германия. Я сказал, ну, это другой час. И там видишь, там граница. Там входят солдаты с оружием, с собаками. И там все непросто. Спустя месяц, 22 декабря, официально демонтировали стену в районе Бранденбургских ворот. Физически стена перестала существовать 1 июня 1990 года. Сейчас остались лишь ее малые части. Например, фрагменты стены остались в самом Берлине, Брюсселе, Буэнос-Айресе, Канбери, Кейптауне, Лос-Анджелесе, Москве и многих других городах мира. Эти фрагменты стены скорее напоминание и предостережение будущим поколениям. Однако разделение не пропало до сих пор. Ни в экономическом, ни в социальном, ни в политическом плане. Даже сейчас, по фотографиям ночного Берлина из космоса, очень легко определить, где именно проходила стена. И, конечно, эту невидимую границу чувствуют сами жители. Я не знаю, надо ли это полностью забыть? Я не знаю, что в Лондоне, что я в севере. Лондонцы знают, что я в Севере Лондона. Я в Севере. Все страны утреют. В целом, каждый город имеет бежитованы. И один из Кринцлова, который в Бринцлова, и другой из Шёнарберга. Я думаю, есть бежиты. Бежитые бежит, который вдвоём. Не так и замечательно, если мир сразу же движется. Падение стены навсегда изменило Европу. Из-под влияния авторитарных режимов вскоре вышли почти все страны Восточного блока. Однако самое главное то, что это событие объединило обычных горожан, многие из которых в 1961 году невольно стали главными жертвами Холодной войны. Возвращение следует, что я вновь в доме лежал в доме. В моем жизни было очень изменено, потому что я предупреждал Берлина. Потому что в Берлинах музык-цине было немного плодировано. Возвращение к дрону, очень слабо, и потом пошли к стене. И я думал, что если Берлина такой подарок для меня, я возьму это и оставлю здесь. Как бы ваша жизнь дальше разворачивалась в таком случае? Да, и потом служил, и может быть, мне сейчас шестьдесят один, когда мне пятьдесят пять, пятьдесят восемь, я уже шел на пенсию, может быть, я шел на охоту, там или на рыбалку. Я понимаю, что вы хотите, что случится, но нет, я не жалею. Это меня очень сильно изменилось. У меня была прекрасная любовь, с одной женщиной из Востока. И мы узнали очень много прохладного обоим мире. Мы говорили, что она о своей мире, я о моей мире. Это была очень аккуратная связь между мирами. Это было удивлено. Как уничтожить ДДР, это было мне не понятно. Но, как корреспондент, не было. ДДР была очень уничтожить. И уничтожить инфраструктуру, дома. Но люди были вообще intact. Это было бы не было. Это было бы не было. Это было бы не было. Возможно, как долго это было, пока история не имеет влияние на жизнь в мире? А теперь.